Библиотека постоянно ищет новые формы работы с читателями. И эти новые формы очень часто связаны с новыми средствами подачи этого материала, материала для работы с читателями. Мы внедрили в нашу практику работы такую форму, как буктрейлер. Что такое буктрейлер? Буктрейлер – это рассказ о книжке, видеорассказ о книжке. Почему нам понравилась эта форма работы? Потому что мы можем предложить читателю не только в нашей библиотеке, но вообще всем читателям, которые пользуются интернетом, наше видение этой определенной книги, которая нам понравилась, о которой мы хотим рассказать читателям. В библиотеке мы уже сделали четыре буктрейлера по разным книгам. Они не похожи друг на друга, так как мы работаем со взрослыми читателями, поэтому здесь важно найти те книги, которые, может быть, по каким-то причинам читатели не прочли их, может быть, это новые книжки, которые только поступили в библиотеку. Я хочу сказать, что первый буктрейлер, по сути дела, мы сделали по книге Ефросиния Кирсновской «Сколько стоит жизнь». И мы так вдохновились этой книгой, что не только делали обзоры по книге, но, естественно, захотели эту книгу предложить и читателям, и нашим читателям. Книга опубликована на русском языке, поэтому буктрейлер мы решили сделать на румынском языке, потому что в книге, которую написала наша землячка Ефросиния Кирсновская, рассказывается и о сороках, и о тех лишениях, которым подверглась она во время репрессии. Вот эта вот папка, которую я набираю, эта папка состоит из различных фотографий, из футажиков, это маленькие кадры, которые мне понадобятся в работе, это видео, которые я копирую из интернета, которые тоже мне понадобятся в работе, Это и постановочный материал. Вот, предположим, нам нужно было в нашем последнем буктрейлере, который по книге Антонины Сырбу «Вулпе Арджентии» вот книга выглядит вот таким образом. Нам нужно было сделать постановку, это написать, как женщина, женская рука пишет воспоминания. И мы, значит, наша сотрудница, дана Лариса Присакарь, сыграла своей рукой главную героиню. Также мы записываем, мы должны записать текст. Текст записывается отдельно. Вот у меня такая папочка «Голос», где к каждому определенному моменту в буктрейлере соответствует какое-то повествование. Я вам покажу сейчас буктрейлер, как он выглядит. Вот таким образом он выглядит. Здесь вы видите, вот у нас уже четвертый, вот такая у нас заставка. Здесь фотографии. Вот это видео, вот это видео постановочное. Здесь идет видео, которое я взяла из интернета. Это дальше фотографии и так далее. Вот здесь футаж, есть футажики. Дальше идет опять постановка. Все это, вся эта конструкция сделана именно по сценарию. Вот я вам могу показать еще, вот как делается эта работа. Вот предположим, я нашла такой футаж. Мне понравился вот длинный проход по какой-то библиотеке. И для того, чтобы смонтировать его и показать, что мы делаем, рассказываем об определенной книге, я в этот проход ставила книгу Антонины Сырбу. И первый наш фильм мы делали больше года. Последующие фильмы уже пошли быстрее, потому что с опытом и с возможностями, новыми возможностями. Тут появились новые приложения, новые программы, которые можно использовать. И поэтому уже стало легче. Последний двух трейлер, который я вам показывала, мы создали в течение месяца.